Привет друзья! Это последняя сводка с фронтой. Сегодня мы в деталях по карте разберем все происходящее на украинских фронтах. Разберем действия ВСУ, которых подгоняет военно-политическое руководство Украины, стоящее за его спиной американцы и Вашингтонский обком. И начнем мы свой разбор Старобельского направления фронта. На Старобельском направлении фронта, конкретно на Сватовском участке, украинские военные силы провели разведку боем на рубеже Райгородка и Ковалевки. Военные силы Российской Федерации отбили эту атаку. ВСУ понесли большие потери и отвели танки в район Боровой из-за нехватки горюче-смазочных материалов. На Лиманском участке ВСУ продолжают подготовку к широкомасштабному наступлению на Кременную с рубежа Торская Терны. В ходе атаки 22 октября ВСУ удалось подойти к Краснопоповке, однако военнослужащие 20-й армии Вооруженных сил Российской Федерации отбили там атаку и вернули почти все утраченные ранее там позиции. Украинское командование планирует возобновить штурм по данному направлению с целью создать плацдарм для удара на Кременную. Но у них это пока не получается. А в это время в тылу Украины разгорается тотальная русофобия. Прямые ставленники Америки, такие как секретарь Совбезообороны и Безопасности Данилов, который является стопроцентным вообще ставленником США, предложил вообще полностью запретить в Украине русский язык. Хотя большинство населения общается именно на русском языке. Это Данилов, стопроцентный халуй американцев. Бывший криминальный авторитет с погонялом мячик, который ходил под другим криминальным авторитетом Доброславом. Был по сути его правой рукой. Двигался он по Донецкой области. И в целом человек очень грязный. Но американцы таких любят. Они повсасывали к себе в сарасята, понабирали всяких вчерашних продажных напциков, всяких продажных криминальных авторитетов, бандитов. Дали им зеленый коридор. И теперь они с их разрешения грабят, уничтожают страну, служат олигархам и иностранным западным разведкам, уничтожая буквально украинский народ. И единственное, что они делают в обмен на возможность зарабатывать, грабить простых украинцев, это разгоняют русофобию. Это тот единственный продукт, который украинская военно-политическая элита может производить и продавать. Все свое разграбили. За 30 лет выворовали все, что только можно было. Все эти олигархи, их марионетки, типа президента Зеленского. А теперь страну сдали на панель американцам, ГАЗДЭПу американскому, Вашингтонскому обкому и всей этой англосаксонской банде и глобалистам заодно. И теперь страну пользуют в интересах использовать ее против России. И все. Вот сейчас, друзья, давайте разберемся по карте, что же происходит на солидарском направлении фронта. На солидарском направлении фронта в ходе продвижения со стороны Отрадовки российские войска выдавили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ на запасные рубежи. Из Часова Яра под Опытное переброшены подразделения 2-го батальона 53-й механизированной бригады для сдерживания наступающих отрядов ЧВК «Вагнера». Бойцы 46-го отдельного штурмового батальона 53-й ОМБР вооруженных сил Украины при поддержке артиллерии попытались ударить во фланг силам военных сил Российской Федерации со стороны Кличевки. Атака была отбита российскими военными, а ВСУ отошли на ранее занимаемые рубежи. На северском участке фронта подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ провели разведку боем в районе Серебрянки, но отошли под огнем российских военнослужащих и ничего там не добились. Ну а сейчас, друзья, давайте обратим свои взоры на карту и детально разберем, что происходит в Луганской и Донецкой областях на Донбассе. На фронтах Луганской области украинские военные силы обстреляли Старобельск, а также рубежное Сватово и Новайдар из РСЗО «Хаймарс», предоставленных им американцами. На Донецком направлении фронта существенных изменений линии фронта за последние сутки нет. После захвата всех опорных пунктов ВСУ до подступов к опытному бойцы батальона «Спарта» готовятся к штурму села. Украинские военные формирования обстреляли Донецко, Штаново и Макеевку, Ясиноватую, Горловку, Красный партизан и другие населенные путы Донецкой англомерации. Об этом заявляет российская сторона. Украинская же утверждает, что била только по военным и по военной инфраструктуре. Кому доверять, тут уж ваше мнение. Можете написать его в комментариях. Российские вооруженные силы продолжают удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это и ракеты высокоточное оружие, это и дроны, герани, которые наносят удары и буквально выжигают ее. И украинцы сидят без света, без интернета. И у многих уже сейчас, если раньше там большинство тотальное поддерживало боевые действия до последнего украинца, сейчас уже как-то без света и без интернета уже многие готовы согласиться на требования Российской Федерации. Уже не так сильно поддерживают президента. Если Россия будет так нажимать на энергетическую инфраструктуру Украины еще в ближайшие несколько месяцев и действительно добьется в этом больших успехов, то я думаю, что народ будет буквально требовать у власти капитуляции или договоренностей с Российской Федерацией. Ну вот так просто не может быть. Более того, близится зима. Это энергетический кризис просто страшнейший. И будет холодно. Но говорящие головы власти, такие как Арестович, такие как Гордон, они рассказывают, что все будет хорошо, что все будет нормально. Ну понятно, что у их любимого кормильца Зеленского, у всех олигархов, у всех Аваковых, Ахметовых и прочих, всех Арахами, у них будет все хорошо. И у Арестовича, потому что у них свои котельни, у них все отапливается, но украинский народ им наплевать. Их счета давно уже в западных банках, их семьи давно вывезены на запад, они там кайфуют и жируют. И вот давайте посмотрим интервью Арестовича с какой-то очень неприятной либералкой из России и послушаем его грязные доводы, эгоистичные, которые утверждают, что украинский народ все вытерпит. Все бы так, Арестович, но дело в том, что ты и твои хозяева к украинскому народу, к православным, к славянам и вообще к украинцам не принадлежите. Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света, без тепла, либо с большими ограничениями. Это проблема. Но есть нюанс. Мы посидим некоторое время без воды, без света и без тепла. Мы умеем справляться, выживать, но и президент Зеленский очень везучий. Сколько мы не пророчились страшных зим, я думаю, что и нынешняя зима будет в основном плюс 5, плюс 7. Уж как-нибудь, да, мы этот самый… Мы имеем большой опыт, у нас еще все люди помнят 90-е основная масса и знают, как поживать вообще при нулевых батареях. Ставлю свои пять копеек. Как человек, который очень много занимался климатологией, и могу сказать, что глобальное потепление, оно действительно есть. Но поскольку оно касается в основном зим, а не лет, и в основном умеренных широт, а не экваториальных, то оно как раз и способствует современной Европе, особенно в Украине, более мягким зимам. Вот, 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 вот. Поэтому для нас это цена, ну, померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах, да, из бюветов, да, в бутылочках, да, и что-нибудь и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтобы было потеплее. Попрячемся в убежище от этих самых, от ракет, от тревог. А Путин что будет делать, когда не сработает эта стратегия? Ну, и вот после Майдана вот такая накипь пришла к власти. Им плевать на украинский народ. Они чисто играют на его страстях, обманывают его, контролируют абсолютно все СМИ. И, понимаете, украинский народ-то терпеливый. И они на этом играют, они на этом пользуются. Всякие же арестовичи не будут сидеть без света. Аваковы, Ахметовы и прочие гордоны. Да они все там как один гордоны, если так разобраться. Вот такая накипь, такая грязюка пришла к власти. Украинский народ очень упертый. Вот он встал, укоренился и будет до последнего как бы. И на этом вот они играют, просто на этих славянских чувствах. Но те, кто возглавили весь этот процесс в Украине, они все как один не славяне, не православные, ничего общего с украинским народом не имеют. Более того, сам украинский народ их ненавидит. Но ему вбивают ложные стереотипы, ложные кричалки. Все СМИ контролируются вот этой бандой. Более того, она поддерживается с запада. Всех неугодных давят, закрывают им рот, банят там. И просто давят, вот со всех сторон давят. Поэтому народ просто не слышит голоса правды. Если вы спросите, почему так Зеленского любят, он же вообще ничего не сделал. Вот человек ничего не построил, ничего не создал, ничего абсолютно. Ну просто вор, лучше чем был Порошенко. Но вам все украинцы ответят, вот он не убежал, он герой. Так а куда же он убежит, если у него бабки в британских банках, там миллиарды лежат. Если его семья под охраной британских спецслужб. Если он вывез родственников, то ли в Израиль, то ли в Великобританию. Если он жирует и кайфует. И так все высшее политическое руководство Украины. И их хозяева олигархи. Они все агентура британских спецслужб, западных спецслужб. Куда же их отпустят? Они свои миллиарды и заработали на том, что выполняли их приказы. Чего ему сбегать, если у него все под контролем? Если у него бабки капают постоянно? Если он несколько миллиардов только за последние 6 месяцев заработал на продаже оружия, на разнообразных грязных схемах, на разворовывании всей этой гуманитарной помощи, идущей с запада, чем занимается его дружок Кирилл Тимошенко и заносит ему денег. Чего ему убегать-то? Но украинский народ своей упрямости, в своей иногда бывают глупости, навязанной олигархами через их СМИ, просто поражает. Ну а теперь, друзья, давайте в деталях разберемся, что же происходит на Запорожском участке фронта. На Запорожском направлении фронта ВСУ продолжает подготовку к крупному наступлению. На Гулипольский участок фронта направлены несколько подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ. На Ореховский участок переброшены мобилизованные, прошедшие подготовку на полигонах в областях Западной Украины. Из них сформированы штурмовые отряды с ПТРК БДЖМ-71 ТОУ. Одновременно с этим ВСУ увеличивает свою военную группировку на Веремеевском выступе. В Большую Новоселку прибыли два отряда 77-й аэромобильной бригады ВСУ, сформированной в Житомирской области. И в Успеновку были переброшены танковый взвод и механизированная рота, а также 20 пикапов с личным составом. Утром 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице на восточной части Энергодара, где жили сотрудники Росэнергоатома. Здание получило сильное повреждение, но людских потерь не было. Украинская власть сейчас это стопроцентная марионетка британской разведки, стоящих за ее спиной англосаксонских империалистов во главе с Байденом и всей этой британской шоблой. И сколько бы там ни менялось, уже два правительства выбили. И эту Ли Страсс, этого Бориса Джонсона с петушатником, с сараем на голове. Просто человек абсолютно неадекватного. Если у него такое на голове творится, он этого даже скрыть не может. Расческа даже не помогает. То, что у него внутри, в голове творится. И этот, я не знаю как его назвать, нехороший человек, он сейчас опять может вернуться в Британию к власти. Это хозяин Зеленского, хозяин всех этих олигархов. Они со всех своих газовых схем, со всех своих энергетических схем, со всего заносили в британскую разведку и Джонсону. А за спиной британской разведки находятся англосаксонские империалисты. За их спиной управители этого мандиального, однополярного мира. Транснациональные кланы бесов, нечистой силы, сатанюх, которые контролируют мировой финансовый капитал. Все эти Рокшильды, Рокфеллеры, Баруки, Куны, Лебы, Шифы и прочие-прочие отвратительные кланы международных ростовщиков. Вот они являются главным врагом. И в любых действиях Зеленского и прочих шестерок и марионеток всей этой мандиальной системы, надо видеть действия именно их хозяев и удары в ответ наносить именно по ним. Надо видеть корень зла. И вот этот корень зла по чуть-чуть выкорчевывать. И по-моему, китайцы, иранцы, россияне, Бразилия, все страны БРИК, все страны ШОС заняты искоренением этого чистого зла, этого однополярного мира. И в Америке в самой уже сейчас промышленники, промышленный капитал, такие как Дональд Трамп и Илон Маск, пытаются отобрать власть у отродей дьявола. Пытаются отобрать власть у глобалистов. И они уже сейчас говорят, что надо заключать мир, надо прекращать эти боевые действия. Но пока на посту президента Байден, пока он контролирует Конгресс и Сенат, он будет до конца накачивать Украину вооружениями, параллельно перевооружать Европу, для того, чтобы кормить военно-промышленный комплекс США, лоббистом которого он и является, откуда он ему и его сынку заносят бабки. Он коррупционер, он на деньгах сидит в ЭПКшниках и финансовой мафии. Вся его команда это и есть просто лоббисты этих двух кланов международной олигархии. Поэтому он и продолжает такую политику, этот без Байдена. США убедят Украину в невозможности вернуть Крым, уверен Илон Маск. А наиболее вероятным итогом конфликта станет компромисс, как это всегда бывает в истории. Вопрос лишь в том, сколько смертей и разрушений будет перед этим, написал предприниматель в соцсетях. На поддержание хаоса Вашингтон готов направить киевскому режиму еще 50 миллиардов долларов. Главной опасностью в США видят российские беспилотники и ракеты. Ну все как я и говорил. Глобалюги, их марионетки по типу Байдена, Демократической партии США и британских. В Британии вообще все под глобалистами находится. Там власть, оппозиция, там и консерваторы, и леваки, и все находится под глобалюгами. Хотя эти глобалюги уже настолько озверели, что между собой переругались и ультраглобалисты начинают оттеснять британских консерваторов от власти. Да, если глобалисты старой закалки, такие традициональные глобалисты, они делали ставку на британскую империю и думали сделать ее опять таким центром своей силы, как это было в 19 веке, в начале 20 века. Но ультраглобалисты снесли там листрас, навязывают там леваков, навязывают там, они хотят точно так же Британию уничтожить экономически. Как и страны Европы, то есть они ставят на леволиберальную вот эту всю гадость, они... Это просто чистое зло, это настолько чистое зло, вот эти леволиберальные ультраглобалисты, что они даже других глобалистов начали сжирать и... Ну плюс только один, то что они уничтожают Европу, уничтожают западный весь мир, страны золотого миллиарда своим растлевающим левым либерализмом, своим растлевающими эко-идеями, которые в принципе-то светлые, но они их так выкрутили, перекрутили, что они только уничтожают ими. Они чистое зло, понимаете, вот чистые бесы, сатанюги именно. Вот они выделились уже в отдельную группу и вот против них должен весь мир объединиться. Это чисто паразитический мировой финансовый капитал. И они сейчас, их главная цель, для чего они используют Украину, для чего они все вот это вытворяют по всему миру, это выбить Россию, привести там какую-то ручную власть либералов каких-то или более сговорчивую, для того, чтобы ее к себе присоединить, они готовы за это платить, для того, чтобы задавить потом последние островки свободы в лице Китая, Ирана, Бразилии, то есть всех стран, которые независимы от глобалистов, Северной Кореи и так далее. Единственный, кто им в военном плане может предоставить какую-то угрозу, это Россия. Поэтому они делают все, чтобы ее выбить. И при этом имеют такую наглость еще договариваться с Китаем, с Индией, с кем-то еще о том, чтобы ее задавить. Но эти же страны прекрасно понимают, что глобалюги, мирового финансового капитала и англосаксонские империалисты, весь подконтрольный им золотой миллиард, потом возьмется за них и уничтожит их государство, раздавит, развалит. То есть цель этой глобальной финансовой мафии и ее корешков-побратимов из оружейной мафии военно-промышленного комплекса США, у них цели очень простые. Сохранить свою паразитическую вот эту вот пирамидальную долларовую систему, сохранить однополярный мир. Но кукишем с маслом. Путин, Си Цзиньпинь, Моди и другие лидеры. Аятоллы, Иранские и другие лидеры всего свободного мира им это сделать не дадут. Их просто нагнут и поимеют во всех смыслах этих омерзительных сатанинских отродий. А сейчас, друзья, давайте разберем, вернемся к фронтам Украины и разберем, что происходит на Южном фронте. Конкретно в Запорожской области, Керсонской, Николаевской. Давайте в самых подробных деталях обсудим это по карте. Внимание на экран. На Южном фронте, на Николаевско-Береславском направлении, существенных изменений обстановки Херсонской области нет. После нескольких провальных попыток, командование ВСУ восполняет потери и ведет разведку позиций вооруженных сил России перед очередным штурмом. На Береславском участке фронта российские военнослужащие блокировали и взяли в плен диверсионную группу 17-й танковой бригады ВСУ. В полном составе, на рубеже пятихатки Полянка. Командование украинской бригады пока не знает о захвате в плен бойцов и пытается найти их с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ночью на рубеж ожидается отправка разведгрупп 60-й ОПБР ВСУ, оснащенных тепловизорами. На Андреевском участке фронта диверсионно-разведственной группой 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ она пыталась закрепиться в районе Северной Ищенки. Но российские войска вскрыли перемещение украинской разведгруппы и нанесли прямо по ней артиллерийский удар по районам ее продвижения, вынудив ее отступить. Возможно с потерями. Как видим, все попытки украинского контрнаступления удачно отражаются российской военной машиной, которая сейчас управляет, по крайней мере там на территории Украины, генерал Суровикин. Он удержал Южный фронт, он добился взятия Херсона, у него очень много достижений было, он до этого командовал Южным фронтом. Сейчас ему доверили всю эту военную операцию и судя по всему он справляется. И российская армия исправила все эти незачеты и ошибки, которые были в Харьковской области. И падение Купенска, и падение Лимана, Изюма и других населенных пунктов, которые там допустили. То есть до этого была наступательная операция и перестроиться многие генералы не смогли под оборонительные боевые действия. Ну Суровикин это просчитал и выстраивает сейчас буквально по всей линии фронта сильнейшие инженерные конструкции, строятся доты, строятся дзоты. И буквально везде идет инженерная работа и украинская ВСУ буквально ломает зубы от этой обороны российской стороны. Вот это доты. Вот с такими вот окошками. Их очень много. Количество не было дочек, но могу сказать, что очень много. Вот тут металлическая дверь, все удобства. Ну и сверху будет крыша. Они есть отдельно. Вот. И дверь мы видим. Это все делает Министерство обороны Российской Федерации. Вот такие вот укупления для наших бойцов. А в это время зрада подкралась оттуда, откуда ее не ждали. Американский ВПК не способен производить столько, сколько нужно для поддержки Украины, перевожения Европы и так далее. То есть система Байдена и его хозяев из оружейной мафии буквально трещит по швам. С производством оружия в Штатах проблемы. Это секрет Вашингтона, но система сломана. На самом деле мы не можем производить оружие настолько быстро, как заявляется. Производить то они не могут, но контракты все новые и новые набирают. Это Байден кормит своего сыночка Хантера и других коррупционеров, которые буквально облепили всю партию демократов. И их дружков, хозяев из оружейной мафии. Вообще партия демократов это по сути оружейное лобби и лобби мирового финансового капитала. Много кто говорит, что там есть леваки. Еще раз уточню. Это не левые, это не коммунисты, это не социалисты, это левые либералы. Это вот как раз то, что продвигают глобалисты. Если у нас Карл Маркс, товарищ Ленин, товарищ Сталин. Если они продвигали тему социальной борьбы. Борьбы широких рабочих масс против угнетающих классов. В лице буржуазии, в лице царизма или какой-то другой формы, подыгрывающей буржуазии. Которая, опять же таки, угнетает широкие рабочие массы. Делает классовым обществом. То есть у нас классовая борьба. У них совсем другая модель. То есть они опираются на работы ревизиониста Эдуарда Бернштейна. Который первый заложил вот эти вот отравленные идеи левого либерализма. Параллельно передерли с францфуртской школы немножко. Параллельно добавили какой-то ереси, грязи, какой-то мерзости. Из каких-то неолиберальных, каких-то левых. То есть они борются не за права пролетариата и широких рабочих масс. А за права всяких меньшинств. Я не буду уточнять эту всю тему. Но вы понимаете, каких меньшинств. Короче, одним словом, вот так. Поэтому никакие они не левые. Это самые большие враги настоящих коммунистов, леваков. И Демпартия просто кишит всякой грязью. Никого там хорошего нету. Даже те, которые якобы левые, никакие это не левые. Это извращенцы, это моральные фрики и шестерки мирового финансового капитала. Но в Америке все может очень круто перемениться. Потому что республиканцы и национальный промышленный капитал США через Дональда Трампа, Илона Маска и других промышленников рвется к власти. Их понемножку начинает поддерживать бюрократия старой закалки из Пентагона, из других учреждений американской власти. Которые боятся тотального доминирования леволиберальной глобалистской чумы. И Байден и его хозяева из оружейной мафии и мирового финансового капитала уже сейчас дрожат и боятся, что Дональд Трамп и республиканцы раздавят их. И как катком проедутся по их отвратительной мерзкой шайке. В США сократить военную помощь Киеву намерены республиканцы. Но президент Байден уже назвал их ничего не смыслящими в политике. Они сказали, что в случае победы вряд ли будут продолжать финансировать Украину. Эти парни не понимают. Это намного больше, чем Украина. Это Восточная Европа. Это НАТО. Они не понимают американской внешней политики. Байден заявил, то, что делает Америка, будет определять то, как действует остальной мир. А менять свою политику Вашингтон пока не собирается. Байден нехороший человек. И то, что он говорит про внешнюю политику США, это не внешняя политика США как государства. Это внешняя политика глобалистов, которым надо удержать власть своей мировой долларовой системой. И посредством таких своих марионеток, как Байден, они это и делают. Через них они контролируют весь американский админресурс. И благодаря подобным, Шольцам, Макроном, всем остальным выкормышам глобалистов, Макрон же полностью ротшильдовский, как и все эти остальные марионетки и шестерки в странах золотого миллиарда. Он тем-то и золотой миллиард, что это ставленники и шестерки глобалистов. Глобалисты контролируют почти все мировые СМИ. Глобалисты контролируют средства производства в этих странах. Они контролируют, по сути, все транснациональные корпорации. Все это завязано на банках, все это завязано на Федеральной резервной системе, на Международном валютном фонде. Они выстроили мировую паразитическую систему. И вот такие, как Байден, эту систему и отстаивают. Ну просто, знаете, чистое зло. И при них Америка превратилась в булаву вот этого мирового глобализма, вот этой долларовой власти, этой заразы бесовской. И республиканцы во главе с Трампом пытаются положить этому конец. Или, по крайней мере, хотя бы ограничить полную, тотальную, тоталитарную власть мирового финансового капитала и его самых отвратительных именно вот ультраглобалистов. Потому что есть просто безумцы там, во всей этой кодле, которые берут уже доминирование там. И Трамп делает все для того, чтобы их отодвинуть от власти. Путин делает все для того, чтобы их отодвинуть от власти. Си Цзиньпинь, Моди, все остальные свободные лидеры пытаются убрать эту бесовскую чуму. Зло это ультраглобалистское. И давайте послушаем Жириновского, который обо всем этом говорил и даже предложил пути выхода. Он предложил объединяться с арабским миром, с исламским миром, с всеми странами, противостоящими этой заразе, для того, чтобы раздавить диктат англосаксов и стоящих за их спиной глобалистов. Давайте послушаем пророческие речи Владимира Вольфовича Жириновского. Но в любом случае всем надо понять, что Америка это сегодня хуже, чем Наполеон и Гитлер. Во много раз. Наполеон медленно шел по Европе на лошадях, дошел до Москвы, постоял и ушел. Гитлер шел уже на мотоциклах и машинах и дошел тоже до Москвы. А эти не будут идти до Москвы. Эти тем опасны, что они ракетами ночью будут расстреливать любую точку планеты. И они подошли к нам со всех сторон. Они стоят в Южной Корее, они стоят в Пакистане, стоят в Порисийском заливе, стоят на Балканах и войдут в Прибалтику. Обязательно войдут в Прибалтику и станут у Смоленска, 500 километров от Москвы. Тогда что мы будем делать? Мы опять ждем 22 июня. Сегодня можем проявить солидарность со всем мусульманским миром. Их один миллиард, в их руках вся нефть, вся газ и деньги. Если мы объединимся с арабами и с Ираном, Америке конец. Потому что все деньги России и арабов, это поддерживает экономику Запада. Вот то, что сказал Жириновский, начало наконец-таки сбываться. Арабский мир начинает сближаться с Россией. Саудовская Аравия, которая всегда была в зоне интересов и влияния Соединенных Штатов Америки, которая помогала им разваливать наш родной, я считаю себя советским человеком, был рожден в Советском Союзе. И я считаю, что он до сих пор существует. И мы обязаны возродить Советский Союз, Российскую империю и весь этот западный империалистический мир рано или поздно раздавить. Уничтожив их вот эту прогнившую материалистическую, капиталистическую и либерально-бесовскую парадигму. Так вот, Саудовская Аравия сейчас, как и другие страны арабского и исламского мира, начали сближаться с Российской Федерацией. Они прекрасно понимают, что если задавят Россию, рано или поздно, Вашингтонский обком и стоящие за его спиной ультраглобалистские элементы просто удавят этот мировой ислам и везде будут навязывать свою либеральную парадигму. Исламисты уже сейчас вступают в противоречие с этим открытым сатанизмом в виде либеральных ценностей, либеральных якобы типа свобод, либеральной вседозволенности, либеральной отравы, которая везде навязывается. И конечно же люди Писания и православные христиане, и христиане других направленностей, и исламисты, мусульмане по всему миру начинают объединяться вместе против вот этой заразы. То же самое сейчас в Иране происходит, Иран с Россией сближается, Саудовская Аравия с Россией сближается. Пытался Америка задавить Россию, но ОПЕК и Саудовская Аравия по сути пришли на помощь. Они понимают, что нельзя сливать Россию, это весь мир прекрасно понимает, весь свободный мир сейчас поддерживает Россию. И только один золотой прогнивший западный глобалистский миллиард выступает против нее. И когда они говорят, что Россия закрыта, Россия в санкциях, это Америка. И западные эти мракобесы закрыли себя от всего мира. Потому что Россию сейчас поддерживает 6 или 7 миллиардов населения. А их только один прогнивший миллиард. И они говорят, ну зато это цивилизованный миллиард, зато это миллиард, где вся цивилизация, вся наука. То есть они делят людей на первый, второй, третий сорт. По их мнению, золотой миллиард, прогнивший англосаксонский сатанинский мирок с его либеральными извращенными ценностями, это вот цвет мира, а все остальные это так, аборигены и варвары. Вот этот вот либеральный фашизм, вот эти вот уродливые их представления, их уродливый мандиальный мир необходимо разрушить как можно быстрее. И сейчас давайте послушаем великого, действительно пророка, великого человека, мыслителя Владимира Вольфовича Жириновского. Послушаем еще одно его пророческое предсказание, которое частично сбылось и сбудется еще в дальнейшем. Где он предположил, чем закончится падение этого золотого миллиарда, чем закончится падение всей этой заразы и к чему в итоге придет мир к второй половине данного века. Давайте послушаем Владимира Вольфовича и его предсказания. У нас будет с вами Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели. Вот такое очертание. Такой пятиугольник, который будет, кажется, контролировать всю планету и обеспечить стабильность. Индия навяжет Китаю нейтральное такое демократическое развитие, чтобы не было опасности для войн. Европа перестанет быть антирусской, смириться с тем, что Украина вернется в Россию. А Америка смирится с тем, что она больше не на Олимпе. И таким образом к середине века мы придем к такому среднему варианту. Без войн больших, мелкие локальные конфликты. Но Украина сегодня это очень опасное направление, когда чем-то напоминает Карибский кризис. Когда в Вашингтоне и Москве могут перейти к горячей фазе. Противостояние с использованием натовской армии, русской армии. Поэтому конечный итог это договоренность между представителями Кремля и Белого дома в Америке. А после этого два президента по телефону или при личной встрече договорятся. Вот соглашаемся на такой вариант, чтобы избежать большой войны. Но для этого нужно, чтобы было много трупов, крови, проблемы, заложники, захваты, горе людей. Чтобы общественное мнение США изменилось во время Вьетнамской войны. Чтобы они вышли к Белому дому, хватит терзать Украину. Таким образом, чтобы жители самой Украины поняли, что нужно остановить это насилие, которое творит там ультраправый радикальный элемент. Это нужно время еще. Сколько это нужно? Несколько месяцев, несколько лет. Но тем не менее договорятся, чтобы решить проблему только две столицы. Москва и Вашингтон. Ну оно так и будет. Но надо сперва, чтобы глобалисты и их марионетки демократы американские во главе с Байденом, чтобы они потерпели поражение сперва 8 ноября в Сенате и Конгрессе. А потом через два с лишним года потерпели поражение на президентских выборах. И когда адекватные силы, а не вот эти мракобесные бесы ультраглобализма будут сидеть там, вот тогда с Вашингтоном можно о чем-то договариваться. Потому что пока чистое зло занимает правительственное кресло, ну о чем можно договориться с дьяволом? Ну уже Путин в открытую сказал, что политика коллективного Запада, направляемая демократической партией США и направляющих их глобалистов, она просто сатанинская. Путин прямо в своей речи сказал, что их политика напоминает, но других слов просто нет, кроме как сатанизм. Соответственно, о чем можно договариваться с сатаной? О чем можно договариваться с чистым злом? Понимаете? Хотя наш Господь Иисус Христос даже здесь проявлял мягкость и любовь. Даже в Библии, там есть вот разные переводы, да? Есть перевод, когда к нему сатана подходил, он сказал, отойди от меня сатана. А есть переводы, вот сейчас многие ученые спорят, он говорит, пошли со мной сатана. То есть он даже ему предлагал покаяться, от своих грехов отказаться, пойти за Господом, перестать выступать против Господа. И следовать божественным законам. И то же самое мы сейчас говорим англосаксам. Покайтесь, покайтесь. То же самое мы говорим Европе. Вернитесь вы в лоно христианской веры. Хватит вам идти за либерал сатанизмом. Хватит вам исповедовать дьявольские ценности. Вернитесь своим корням, к своей традиции, к культуре. Я обращаюсь к англосаксам Америки и Великобритании. У вас же великая культура. Да, она колониальная. Да, вы привыкли паразитировать. Да, вы привыкли разрушать. Но вернитесь своим основам. У вас же тоже есть какая-то человечность. Да уберите вы с себя власть этого паразитического транснационального капитала финансового. Уберите всех этих Ротшильдов, Кунов, Лебов, Шифов, Рокфеллеров, Барухов. Всю эту грязь. Они же и вас уничтожают. У вас же в странах полная разруха. Разруха, либеральный демонизм какой-то, какой-то кошмар развели. Но вы же сами от этого мучаетесь. Да поднимите вы голову и скиньте с себя эту заражу. Из Европы ее скиньте. Пускай ваша традиция, культура, христианское учение помогает вам в этом. Я очень надеюсь, что в самой Америке эту накипь, эту слизь мирового финансового капитала в лице демократической партии просто снесут с власти. И я имею большую надежду, что их по зонам пересажают. Всех этих Байденов, Ллойдов-Остиных и всех прочих глобалистов, паразитов, их марионеток и шестерок. Конечно, так все это быстро не будет. Но рано или поздно добро победит зло. Господь победит дьявола. Наш свободный мир победит империалистическую, и реалистическую, эту капиталистическую западную заразу, основанную на западных банках глобалистов, мирового финансового капитала, которые разжирели. Это все сделали за счет греха, который запрещен и в Библии, и в Коране, и почти во всех мировых святых писаниях. За счет судного процента. Ну, а также кредитование с частичным резервированием. Это и есть тот ключик, за счет которого эти барыги пришли к мировой власти. Дай Господь, чтобы эту сатанинскую, эту бесовскую, наш валь, мы просто-напросто зачистили по всему миру. И с нами Господь. И Господь нашими руками разобьет всех этих бесов, всю эту нечистую силу и их Отца Дьявола. Господь с нами. А если Господь с нами, то кто тогда против нас? До новых встреч, братья. Нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал. Также нажимайте колокольчик и вкладочку «Все», чтобы все оповещения с моего канала к вам приходили. Это очень важно. Нажмите на колокольчик и вкладочку «Все». До новых встреч, братья.